здравствуйте уважаемые зрители приближаются новогодние праздники любимое время детей и взрослых мы будем наряжать елки дарить подарки которые нужно подготовить еще и для этого у нас есть время впереди еще два месяца почти и я предлагаю сегодня связать вот такие интересные елочки которые могут послужить хорошим украшением на елку либо какой-то декорацией и будут хорошим подарком для родных и близких елочку буду вязать крючком номер 3 из зеленого акрила я подобрала такие ниточки можно выбрать любые какие вам нравятся например вот эта елка у меня связано из белого акрила и вот такой вот декоративной пряжи получилась такая нарядная похоже на дед больше чем на елочку ну вот тут уже все зависит от вашего вкуса желания настроения и фантазии начинаю вязать зелеными нитками начинаю вязать елочку донышко сначала вижу классический круг как обычно он вяжется есть миллион схем вот такой кружочек я вижу набираю 4 воздушные петли соединяю в круг теперь через центр вяжу столбиками без накида делаю восемь столбиков 4 у меня набранные воздушные петли и я сейчас наберу 8 столбиков дальше я без подъема перехожу на следующий ряд я буду вязать я вижу вот так спиралью не делаю воздушные петли для подъема просто в следующую петлю за заднюю стенку провязываю столбики без накида каждый столбик без накида предыдущего ряда провязываю 2 этот крючок немножко малова для этих ниток но это специально чтобы была жесткая форма чтобы было вязание достаточно плотным елочка держала форму без дополнительного наполнителя только донышко я для нее делаю чтобы она имела жесткий жесткое дно ну вот я уже довязал второй круг тут как я уже сказала каждый столбик предыдущего ряда провязала два столбика без накида вот в этом втором ряду вижу только за заднюю стенку у меня получается такой вот улиточка такая следующий ряд вяжу два столбика без накида провязываю и в третью в третий столбик делаю два провязываю 2 без накида и в третий делаю двойной чтобы диаметр кружочков увеличивался не использую никаких схем так просто по как чувствую так и увеличиваю здесь даже если он получится не совсем кружочек а шляпка тоже не страшно это дно елочки так спиралька продолжаю вывязывать дно продолжаю вязать также два столбика провязываю без накида и в третьем делаю двойной столбик как-то у меня так получается что везде нормально он увеличивается так как мне надо растет диаметр но мой мой стиль вязания моя плотность может не совпадать с вашей поэтому тут уже все смотрите как как у вас получается связала я донышко у меня получилось 6 рядов может быть она не такой не идеальный круг я вот тут я начинала ряды и здесь же я вот примерно здесь закончился у меня 6 ряд связала 6 еду следующий ряд я вижу без прибавок это будет уже начало конуса вот вот этот ряд следующий я вижу без прибавок можно здесь поставить маркер если кто-то не видит где у него начинается ряд сейчас я наверно тоже поставлю чтобы показывать вам наглядно я поставила маркер это как начало ряда у меня будет теперь я вяжу ряд без прибавок как первый ряд конусу вот я связала один ряд уже сразу видно что получается такая небольшая тарелочка первый ряд уже сразу таким образом отчертил донышко от начала конуса теперь мне сюда необходимо вырезать дно жесткое я уже предварительно вырезала вот из картона его кусочек картона прикладывайте лекала и вырезаете ничего сложного можно вообще не использовать картон а использовать вот так вот крышечку от 6 литровой пластиковой бутылки такая крышка тоже послужит отличным дном а можно вот так сделать его из картона предварительно пока откладываю следующий ряд вижу опять без прибавок я провязала два ряда сейчас буду вязать 3 тоже без прибавок все так же столбиками все так же столбиками без накида 3 ряда связала в четвертом ряду буду уменьшать количество петель количество столбиков буду это делать через каждые 6 столбиков провязываю 6 столбиков раз два три 4 5 6 столбиков провязала теперь следующий столбик делаю не вот этот вот предыдущий а его пропускают через один и опять шесть раз два три 4 5 6 теперь вот этот столбик пропускают через один никаких дырочек никаких просветов не это незаметно вообще незаметно и так делать до конца ряда вот опять я пришла к началу ряда у меня уменьшился диаметр теперь я три ряда провяжу без убавления и сейчас я сюда помещают но вот так потому что потом диаметр будет уменьшаться я его просто туда не смогу поместить вот теперь вот теперь вижу уже там с дном вместе с дном сейчас я покажу вот здесь ровненько красивая донышко получилось три ряда без прибавлений после того как я сделала убавление вот в этом ряду я связала еще три ряда и теперь уже видно что елочка моя модель сужается вот особенно если вот так показать сначала казалось что прямо резко такое сужение произошло как горшок получился а теперь когда я провязала еще три ряда видно что это сужение идет плавно в этом ряду не опять буду делать убавление только теперь я буду делать через пять столбиков столбиков вяжу пять столбиков без накида три четыре пять и точно так же один столбик пропускаю через один опять вижу раз два три четыре четыре пять пропускаю явно видно что у нас изделие уже превращается в конус следующие три ряда без убавления вижу теперь работа пойдет быстрее петелек становится все меньше столбиков все меньше и скоро уже будет готова елочка в этом ряду мы будем вязать следующим образом провязываем 4 столбика без накида до 4 пропускаем один предыдущего ряда ведь таким образом количество столбика становится еще меньше 3 4 после этого ряда где мы делали убавление провязываем еще три ряда без всяких изменений мая будущая елочка теперь выглядит вот так практически уже готова после убавления в этом ряду я провязала еще три ряда ровно столбик стол у меня внутри донышко я туда его поставила в самом начале так вот оно у меня там и лежит оно не мешает держит форму хорошо следующий ряд опять делаем убавление провязываем три столбика раз два три без накида пропускаем один раз два три можно делать между вот этими вот рядами с убавлениями делать не три ряда а два например и тогда елочка будет или изделие любое это может быть не елочка это может быть туловище например деда мороза или снегурочки или ангела тогда будет более широкое приземисто я хочу чтобы у меня елочка была высокая длинная стройная поэтому я провязываю по три ряда между рядами с убавлениями если вязать четыре ряда то естественно что она будет еще более длинная стройная такой будет конус вытянутый сейчас провяжу еще три ряда столбик столбик выхожу уже практически на финишную прямую вот в этом ряду буду в этом ряду буду в этом ряду буду уменьшать количество столбиков через 22 провязываю пропускаю один главное не пропустить где у меня начало ряда меня правда уже остался маркер внизу ну я условно тут вижу где у меня так вот начало ряда я ориентируюсь можно конечно если вам удобно работать с маркерами можно их отмечать им все ряды где делаются убавления я в общем то уже не первый раз вижу поэтому маркерами не пользуюсь следующие три ряда . вижу без всяких прибавлений вернее убавлений вот тут уже совсем мало петелек осталось поэтому сейчас все очень быстро будет после вывязывания трех рядов еще без всяких убавлений вот я практически вышла уже вот так вот в такой конке следующем ряду я теперь уже провязываю столбики без накида через один через один столбик предыдущего ряда один провязываю следующий пропускаю виха выхожу уже на самую вершину елочки через один и так делаю уже до конца по спираль так как я вижу по спирали в конце концов я выйду вот так вообще в одну петельку тут надо внимательно все это сжимается до вот так одной петли практически вот так все довязала вот такая получилась елочка решила ее связать однотонную в отличие вот от этих изделий которые я сделала двухцветными тут даже трехцветными использовала остатки ниток готова эта елочка может быть просто установлена как часть композиции либо можно сделать сверху петельку для того чтобы ее допустим повесить на елочку на большую елку я в этой елку тоже сделаю петельку сверху воздушные петли 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 но я думаю что 15 достаточно чтобы сделать петельку петельку можно отрезать и закрепить здесь петельку петельку можно так обмотать вокруг вершины еще раз затянуть тут уже вот так будет красивая петля остаток нитки можно спрятать хвостик вот елочка готова маркер нужно снять можно елочку оставить вот такую без всякого декора она тоже симпатичная в принципе а можно ее украсить у меня два варианта вот этот такой можно сказать гламурный с такими серебристыми бусинами и жемчужными эта елочка такая более простая она по-своему интересно такая чисто хендмейдовская для любителей рукоделия хендмейда такой вариант сейчас что-нибудь придумаю и украшу эту елку тоже вот у меня есть бусины разные пуговички тут у меня есть бусинки наверно украшу различными бусинами может быть так в совет и синие оранжевые можно пришить бусины ниточками иголочкой ниточкой принципе ничего сложного в этом нет я не думаю что надо учить пришивать пуговицы или бусинки но я пойду более легким путем я их сейчас приклею с помощью клеевого пистолета все просто вот таким образом сейчас наклею в произвольном порядке без всякого какого-то принципа будет красивое новогоднее украшение елочка готова получилось красивое новогоднее такое праздничное украшение как для елки так и для композиции под видео в описании я подробно напишу каким образом вяжется это изделие это хороший подарок для тех кто ценит ручной труд рукоделия спасибо вам за внимание всего доброго до свидания украшение 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 ну Субтитры создавал DimaTorzok